Это здание будущего молодежного центра. В настоящее время 25 человек трудятся на закладке фундамента объекта. Общая площадь трехэтажного строения составляет полторы тысячи квадратных метров. Центр рассчитан на 150 мест. Внутри разместятся кинотеатр, танцевальный зал, несколько кружков по интересам для школьников и сельской молодежи. В нашем селе в рамках программы «Аул Ельбес ИГ» реализуются три проекта. Это капитальный ремонт школы, строительство молодежного центра и ремонт улиц. Я верю в светлое будущее нашего села. У нас и население молодеет, здесь появились молодые учителя, ждем еще врачей. Со стороны Акимата есть поддержка, жилье и подъемные. В селе две школы, в них обучается 385 учеников. В первой школе недавно проведен капитальный ремонт спортивного зала и еще нескольких учебных классов. В текущем году был сделан капитальный ремонт в спортзале, в актовом зале. На улице была сделана игровая площадка для детей, корт, футбольное поле. Сделано множество различных тренажеров, где наши дети занимаются. В школе созданы все условия для того, чтобы дети получали качественные знания. В рамках госпрограммы «Аул Ельбес ИГ» также заасфальтировано около 6 километров сельских улиц. На эти цели из бюджета выделено 140 миллионов тенге. Жители довольны преображением аулам. В структуре дорожные у нас работы проводятся. Вы видите, что кругом у нас идут по улицам асфальт и бетонирование дорог. Это тоже говорит о том, что село у нас как перспективное, оно как опорное, развивается. И мы хотели бы, как жители села, сказать свою благодарность и главе нашего государства, который непосредственно руководит этими действиями. Жители села Бастал говорят, что не намерены покидать родные края в поисках новизны. Ведь здесь жизнь бьет ключом. И именно государственные программы стимулируют новый виток развития в аулах.